Так много снега с улиц Рязани, кажется, не вывозили уже давно. Потери стихии в битве с коммунальными службами города ощутимы. Убрано почти 70 тысяч кубометров снега, но это еще не безоговорочная победа. Сводка с фронта звучит сухо, но нужной жителям информация и есть. Чистит не только улицы, но и тротуары. На тротуарах у нас работают в начинное время не менее четырех тротуаров со счетами, но и дневное время пять тротуаров со счетами. Происходит в первую очередь метание центральных улиц и площадей города, потом дальше по районному тротуару. На улицах города одномоментно работают 200 человек с лопатами. И если в центре карты боевых действий ситуацию выправляют, на флангах нужна поддержка техники. Ее, кстати, уже немало, около 200 единиц. Но для Блицкрига с тротуарами нужны резервы. Восемь мини-тракторов точно. Нам нужна техника усилить уборку тротуаров, усилить уборку при подходах к остановкам. Для этого сейчас идет поиск дополнительных ресурсов и возможностей для покупки специализированной техники. На ближайшие дни планируется механизировать ручной труд, купить 4-5 специальных установок для уборки тротуаров. Отслеживают работу техники в оперативном штабе через систему ГЛОНАССа. И с улицами все более-менее понятно это дело времени. А вот во дворах сегодня верховенствует метель. Это самая болевая точка города. Еще и потому, что дополнительным препятствием для уборки снега стали личные авто. Пробиваться через стоящие у тротуаров машины бесполезно. Впрочем, это не отменяет безразличие некоторых управляющих компаний. В списке аутсайдеров их 9. Если, допустим, у нас центральная улица города чистится вовремя и более-менее нормально, то у нас есть проблема во дворах. В частности, где отвечает не только город, но есть участки, которые отвечают управляющие компании. Туда направили общественность совместно с администрацией города. Все взяли по этому участку под контроль. Тотальный контроль за территориями должен быть установлен уже на этих выходных. 23 января с 13.00 стартует массовая уборка. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».